Здравствуйте! Это программа Благовест. Меня зовут Марина Попович. Мы с вами снова в храме-часовне святого благоверного князя Александра Невского. Вместе со мной духовник Петерандарской епархии Архимандрит Амбросий. Мы встречаемся с вами здесь раз в неделю, чтобы поговорить о вере и православии и ответить на вопросы наших телезрителей. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, Марина Александровна! Здравствуйте, дорогие господи, наши телезрители, слушатели! Слушаем ваши вопросы. Первый вопрос в сегодняшней программе от Александра. Он пишет, батюшка, подскажите, как побороть в себе раздражительность и чувство нетерпимости к иноверцам? Господь завещал возлюбить ближнего, а у меня не получается. Ну, Александр, вы тез к нашему храму, Александр Невский, собору войсковому. Саша, и молодец, что вы... Это уже и исповедь вам примется. Причем, Саша, вам все услышали. И, кстати, мы все этим страдаем, Саша, но не все каемся и не все переживаем, что мы вот не можем любить ближних. Два вопроса серьезных, две с половиной серьезных. Это иноверцы, то есть иной веры, и инославцы по-иному славят Бога, то есть неправославно, неправильно славят. Православие — это правильно славить Бога. Грубо говоря, ну, неправильно называть Бога. Это очень грубо, Боженька, прости меня. Но все равно даже инославные по-другому славят. И иноверные, Саша, иная вера. Мы верим, слава Богу, в Христа. Христос — Бог. Вот тот силой нашего Бога еще и в том, что Он говорит, и врагов надо любить. И вообще человека, любой человек — это творение Божье. Ненавидеть — это крайняя степень нелюбви. Если надо любить и врагов, представьте, диапазон любви, скажем, от одного процента до ста, то ненависть бывает от одного процента до ста. Ненавидеть много, Саша, это значит идти против Бога. Это значит обижать Бога. А я чувствую, что вы хоть как-то верите в Него, что Он есть. И какой Он замечательный, как Он любит и вас, и всех. Да, иногда автоматически мы это делаем. Иногда даже произвольно сильно. Ненавидел и буду ненавидеть. Еще не только словами, ей кулаком дам. Мы сейчас не о реализации ненависти, мы говорим о реализации любви. Надо знать, что закон Бога таков. Тебе будет плохо, твоим поколениям, плохо телу, плохо уму, плохо душе, плохо духу. И мы все эгоисты как бы под себя тянем и на себя все тянем. Должны знать, ну, хочешь, не хочешь, надо уважать папу, маму. Тебе будет плохо, или не будешь жить долго, или будешь не... Может, ты жить долго, но мучиться. Ты, когда будешь папой, а может, не будешь папой, потому что не почитал институт отцовства. Тебе воздадут сто раз, может, миллион раз больше, чем ты своим родителям. То есть, в каком смысле? Таков закон. Ну, нельзя изменить. Два плюс два – семь. Хочешь, не хочешь, Саша, мы пишем четыре. Бог любовь любит нас божественно, говорит. Ну, я люблю тебя, очень люблю тебя. До слез любви. До слез желаю тебе счастья во всем областях жизни, да? Ну, вот это делай, будешь счастливый. А вот это не делай. Будешь несчастный или погибнешь. Вот, Саша, как надо смотреть на эту запад. Теперь вторая часть. Как подобраться? Надо на исповеди сказать, батюшка, есть люди или просто теоретически, вот иноверцам ненавижу люто. Это очень большой грех, Саша. Это против Бога. Это плохо им. Но еще больше плохо тому, кто. Скажите, я не могу справиться с этим чувством. Батюшка, помолитесь Богу. Дома, до батюшки, после батюшки, всегда любое какое-то искушение, любая ненависть, гордыня, злость, злопомнение, навязчивое особенно, которое прямо аж радость доставляет, кричите Богу дома. Где бы вы, на улице, в травае, про себя, Боженька, помоги. Меня захлестывает эта ненависть. Или там это горе, или какая-то мысль навязчивая. «Боженька, помоги мне». Причина раздражения и ненависти – это гордыня и тщеславие. Что такое ненавидеть друга? Это я хороший, а не плохие. А мы все ужасные. Не просто нормальные. Ужасные. И где-то я читал у великих святых, что Бог любит нас. Доказать тому, если бы Он нас не любил, Он бы нам раскрыл наши грехи зловонные. И мы бы не только в обморок, а вообще померли бы от зловония наших грехов. Приходите к нам на Испури, приходите в любой храм, если вы не в Краснодаре. Исповедайтесь хорошо. И расскажите о себе относительно этих моментов. И причащайтесь. Саша, уйдет это. Бог такой сильный. Все тысячи раз сильнее. Тысячи всяких таких сильных будет грехов. У Бога все. Лишь бы вы осознали, что это плохо, что это против Бога, и вы хотели бы не грешить этими грехами. Все будет сразу. Светлана нам написала, рассказала о том, что в их семье предстоит крещение дочери. И спрашивает Света, можно ли по крещении дать ей имя отличное от того, каким она названа? Светочка, конечно, можно назвать одним имя, например, вам нравится, но вот такое-то вы назвали. Ну, а потом поменялась ситуация. Вы хотите, чтобы в вечности ваш ребенок, мальчик, девочка носила вот такое-то имя. Можно? По святцам подберите в день рождения, и после дня рождения два-три целый месяц, год, сколько вам? Выберите имя в календаре церковном славянском, церковном есть, и выберите это, и при крещении скажете. Этого ребеночка мы хотим покрестить именем таким-то. Все. Это законное имя. И то будет имя, и то. Но в церковь исповедиться, почищаться маленьким или большим нужно с именем крещеным. Следующий вопрос от Валерия. Он спрашивает. Батюшка, для чего православные целуют иконы? Православные целуют иконы, крестики, святыни другие. Для чего? Ну вот я вам скажу, скажите, а зачем любящий молодой человек хочет поцеловать девочку? И потом, во, слава Богу, добился, поцеловал хоть немножко, хоть щечку. Зачем? Потребность. Мне так хочется излить красоту моего чувства. Вот сила чувства заставляет нас сделать это святое движение. Я надеюсь, что люди еще не забыли, что целуются только тогда, когда любят. А теперь для чего? Чтобы показать, как я тебя люблю. Как я к тебе отношусь. Что я тебя признаю. Что это высшая форма признания. Высшая форма любви. Почему, кстати, Валерий, поцелуй Иуды так позорен и во всех искусствах запечатлен. Поцелуем только выражают радость и любовь. А он выразил предательство. И такой с самой красивой формой поцелуем. А теперь, к святым, вот, допустим, вы верующий. Ну, если кто не верующий. Ну, у вас нет этого сердца. Не целуйте. Вы, может, оскверните. А вот если есть вера, хоть маленькая, что Бог – это правда. Так говорили дедушки, бабушки, так говорила мама, так, я знаю, Николай Угодник верил. Он точно верил. И сильно верил. И сильно любил Бога. Вот он, представьте, целовал иконочку Спасителя, крест Спасителя. На праздник креста, или во время поста, или на литургии. И крест целуют, начинают и заканчивают крестом. Валера, представьте себе, что есть люди, как Николай Угодник, а их миллионы верующих за тысячелетия. Им хотелось прикоснуться к святыне. Они знали, что там сила есть. Не бартер, вот прикоснусь, исцелюсь. И так можно. Но тут что-то уже наше замешано, меркантильное, скажем. Но Бог так велик, что и так разрешает. Ну, видит нашу немощь. Малость веры. Прикоснись. Теперь, Валера, недавно я видел, как взрослый такой, средний, богатый, здоровый, спортсмен, да, вытащил фотографию и поцеловался с его сыночком. Ой, соскучился. Это мой сыночек, батюшка. Зачем он это сделал? Спросите ее, Валера. Да вы уже и сами поняли, зачем. В церкви относитесь к иконе. Вы скажете, на иконе там никого нет? Приходите, я вам за чаем хотя бы расскажу. Там очень много есть. Если это икона Христа, там сам Бог присутствует своей благодатью. Богородица, там сама Богородица. Николай Годник, там Николай Годник. Александр Невский, там Александр Невский. Не верите, не отрицайте. Или не хулите. И анекдоты не рассказывайте. Это страшно. И это не запугивая. Это вам не полезно будет. А вот знайте, читайте об этом книги. Жития святых, 12 томов. Почитайте, как святые прикладываются и почему. Валера, это потребность сердца внутреннего. Если нет, а лукаво или проверяя, накажут вас или дадут вам благодати, так не прикасайтесь. Это не воспитание, не культурно, даже в общечеловеческом смысле. А религиозно это. Поэтому вопрос очень актуальный. Многие говорят, что это идолопоклонство и прочее, прочее. Нет. Это отдать должное тому, кто изображен. Или тому святыни, мощи, крестики, медальончики. Например, я привозил из Греции от Дмитрия Миротачива. Вы представляете, полная его гробничка мира душистого. Да такого внежного. И там всем разрешали. То платочки макнуть чуть-чуть и повезти домой. То тампончик ваты. Я привозил, давал людям. И целовали ватку. Почему? Ну вот такая у них потребность, Валера. Они что-то понимают не головой, а сердцем. И хотят приложиться. Поцеловать это высшая форма выражения своего признания. И любви. Это все вопросы в сегодняшней программе. Мы увидимся через неделю. Это была программа «Благовест». Я Марина Попович. И духовник Екатериндарской епархии Архимандрит Амброзий. До свидания. До свидания. Спасибо всем, Господи. Молитв ваших просим у нас, Гришна. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова